ВАГИНЫЙ ГРУПП Ко встрече со съёмочной группой семья Вагинах подготовилась основательно. На столе документы, боевые награды, фотографии военных лет. Все они бережно хранятся в семейном архиве. Это вот портреты наших родных участников Великой Отечественной войны. Вот слева находится мой отец, Вагин Евгений Петрович, рядовой. Он воевал на Курской дуге. В пятый раз в этом году в Видном пройдет акция «Бессмертный полк». Александр Евгеньевич вспоминает, что в первом «Бессмертном полку» участвовало не больше 200 человек, а сам он принял решение стать координатором акции, как только узнал о ней. Зашел на сайт, и там была инструкция, как стать координатором «Бессмертного полка». Я заполнил анкету, отправил документы, ну то есть все, все, все сделал, чтобы... И они мне прислали удостоверение, что я координатор «Бессмертного полка». Это было вот в далеком 2015 году. Естественно, именно члены семьи первыми поддержали инициативу Александра Евгеньевича. Тем более, что акция «Бессмертный полк» стала органичным продолжением семейных традиций. С детства мы знаем, что дед воевал. Ну мы, конечно, с ним не встретились. Я родилась в 89-м году, в 86-м году его не стало. Ну мы чтим традиции, любим входить на «Бессмертный полк». Нам это очень нравится. Мы приучаем своих детей. Действительно, даже самые младшие члены этой семьи знают историю своих прадедов. А что у нас вот здесь вот на столе лежат? Ты знаешь, что это такое? Да, это моего дедушки папа. Он воевал на войне. И он очень хороший, что он воевал на войне за всех нас. Сейчас любой, кто решит принять участие в акции «Бессмертный полк», может обратиться в многофункциональный центр «Мои документы», где специалисты помогут распечатать и заламинировать фотографию фронтовика. А в 2015 году на помощь опять же пришла семья. Отец, когда узнал об этой акции, о том, что проходит в многих городах, он попросил, ну ему нужно было место, куда бы люди могли прийти и узнать информацию. Он обратился к нам в библиотеку, я работаю в старой библиотеке, и наше руководство очень поддержало, и разрешило сделать там штаб «Бессмертного полка». И у нас приходили люди, которым мы распечатывали фотографии, увеличили с маленьких вот этих вот военных, которые осталось, чтобы было с чем пойти, чтобы на память осталось. Отдавая дань традиции, Александр Евгеньевич со своей семьей из года в год выходит с портретами, сделанными четыре года назад, еще раз вспоминая славных родственников, воевавших за победу. И в этом году в городе Видное акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая. Шествие пройдет по советскому проезду. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ.